Братья и сестры, мир вам! Наши часы показывают 10 часов, время начинания служения. Кто-то занимает свое место, наши музыканты занимают свое место, так. И как сказал один благословенный муж Божий, в такой момент заумирает небо, замирают святое и замирают те, которые все делают для того, чтобы нарушить что-то в служении Божьем. Потому что церковь готовится предстать перед всемогущим Богом, чтобы воздать Ему честь, благодарность и поклониться Ему в духе и в истине. Возлюбленные, но тот, который среди нас, Он могущественный, сильный, Ему честь, благодарение в нашем служении. Я приглашаю церковь подняться на ноги. Мы будем начинать наше служение, будем петь хвалу Ему, потому что Господь свят, достойный чести и поклонения. Эмануил, 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 спасение и счастье Ты мне подари. Эмануил, Эмануил, Эмануил колдовская у жертвы мне небо открыт. Я падаю часто, но знаю, ты мне подари, Эмануил, 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 Эмануил колдовская у жертвы мне небо открыт. И ты, если Отец мой, и ты солнце правдит, воими лучами сокрета земля, ты жертву долговый принес для спасения Иисус мой Спаситель, надежда моя, Эммануил. Эммануил, Эммануил, спасение и счастье ты мне подаришь. Эммануил, 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 колгоскою жертвой мне небо открыт. Иди, Господь, моя сила и слава, и ты моя песня, ты радость моя, тебе успокоюсь. С тобой вечно буду, победа с тобою, о, аллилуйя. Эммануил, 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 спасение и счастье ты мне подаришь. Эммануил, Эммануил, голгоскою жертвой мне небо открыт. Меня вас любил, Эммануил, меня искупил, Эммануил, кровью омыл, небо открыт. Эммануил, 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 спасение и счастье ты мне подаришь. Эммануил, 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 голгоскою жертвой мне небо открыт. Эммануил, Эммануил. Я как-то прочитывал, и мне понравилось, как бы здесь говорил апостол Павел именно о том, чтобы мы сильно не обращали, то есть как бы мы сильно, так сказать, ударение не делали на пищи, как бы плотской, но что, ну как бы он говорил о том, чтобы мы более, как бы старались о том, чтобы мы заботились о духовном, духовном, чтобы люди, они не соблазнялись, чтобы они не потерялись именно духовно за нашей пищей. И он говорит о том, что Царство Небесное это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. И я подумал о том, что именно здесь первое слово, которое праведность, именно праведность, она, это дар, который мы получили через веру. И это не от нас, это от Бога. И через эту праведность мы можем иметь сегодня мир и радость во Святом Духе. И я хочу обратиться к каждому из нас, мы сегодня пришли в церковь, сегодня воскресенье, и сегодня мы хотим пережить благословение. И может быть кто-то пришел и не имеет этого мира в сердце, не имеет радости. Я хочу сказать то, что Иисус Христос, Он умер за тебя, Он дал тебе уже радость, мир во Святом Духе. И давайте мы сейчас помолимся, чтобы Бог, Он просто разрушил всякие цепи врага. Я знаю, что враг, Он шепчет каждому и говорит, что нет, ты не имеешь праведности, но ты получил праведность. И это не от твоих дел, это через жертву Иисуса Христа. Это дар, данный для тебя. Давайте будем молиться, чтобы Бог сегодня просто благословил каждый из нас, чтобы мы могли возрадоваться в Христе Иисусе. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, всемогущий, Сарь! Мы благословляем имя Твое, Господь, потому что сегодня, Господь, день воскресный, Господь. День воскресенья, Господь, каждый из нас. Аллилуйя! Аллилуйя, слава Тебе, всемогущий, что Ты, Господь, дал нам этот опаду. Это подарок. Мы не заслужили, Господь, но Ты дал нам, Господь, этот подарок праведности через Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь! Мы благословляем Твое, святое имя, благословляем Тебя, Иммануил. Хотим воздать Тебе, фалу, Иммануил. Хотим поклониться Тебе, Иммануил, потому что Ты достоин славы. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, слава Тебе, всемогущий, фала Тебе, всемогущий. Мы призываем Твое божественное имя, Господь, чтобы сегодня враг, он не имел места в служении, но чтобы сила Духа Святого, она объяла каждую из нас. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, чьи ряма сайдес! Дух верный и славный, Господь, наполни каждую из нас. Наполни это собрание, Господь, чтобы каждый из нас мог почувствовать этот мир в сердце, Господь. Чтобы Царство Небесное открылось сегодня, Господь, сегодня открылось Царство Небесное для каждой из нас, Господь. Чтобы мы могли, Господь, наслаждаться и радоваться, иметь мир в сердце. Аллилуйя, Господь! Благослови, Господь, каждое сердце. Мы благословляем, Господь, Твое имя. Мы поклоняемся только Тебе, Иисус, только Тебе, Господь. Ты наша сила, Ты наша праведность, Ты наше благословение. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Фала Тебе, всемогущий, фала Тебе, славный Царь. Да будешь Ты, Господь, прославлен обильно это собрание. Наполни, Господь, Твоей славой. Аминь. Совершенство Твоё Не имеет границ, Я ценю каждый мир в жизни с Тобою. Ты бессилие моё Утираешь с ресниц, Наполняешь меня Верой живою. Я предвкушаю красоту поклоненьям, Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Я предвкушаю красоту поклоненьям, Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, осени меня теплотой согрей, Сила я дарил, ничего не цене твоей совершенной любви. Совершенство Твоё не имеет границ, я ценю каждый миг жизни с Тобою. Ты бессилие моё утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения, я воздеваю руки к Тебе, Без страха и сомнений я, я предвкушаю красоту поклонения, Я воздеваю руки к Тебе, без страха и сомнений я. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, Осени меня теплотой согрей, силая дарил, Ничего не цене твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, Осени меня теплотой согрей, Сила я дарил, Ничего не цене твоей совершенной любви. Я наслаждаюсь глубиной поклонения, Я воздеваю руки к Тебе, без страха и сомнений я. Я наслаждаюсь глубиной поклонения, Я воздеваю руки к Тебе, без страха и сомнений я. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, Осени меня теплотой согрей, Сила я дарил, Ничего не цене твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей, Осени меня теплотой согрей, Сила я дарил, Ничего не цене твоей совершенной любви. Ничего не цене твоей совершенной любви. Аллилуйя, Секретующий Господь! Аллилуйя! Церковь, давайте будем молиться, Просто чтобы сегодня Бог, Он объял каждое сердце. Молись, друзья, Молись, соседи твои, Чтобы Дух Святой просто сегодня сошел, Сошел на каждой из нас. Чтобы не было просто зевающих, Но чтобы каждый из нас мы могли прославить Его, Поклониться, прибыть Его присутствии. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Мы поклоняемся только имени Твоему, Всемогущий Господь. Мы превозносим только Твое имя, Господь славный. И мы сегодня, Господь, Прославляя Господь, Уповаем на Тебя, Господь, На силу Духа Святого, Чтобы Ты сошел, Господь, сегодня. Чтобы Ты наполнил, Господь, сегодня. Чтобы каждый из нас мы могли просто Иметь эти крыла, Господь, Чтобы мы могли взлететь, Господь, Поклоняясь Тебе, Прославляя Тебя, Господь, Величая Твое святое имя, О Господь, благословен Ты. Прибудь, Господь, с нами. Будь Ты, Господь, восволен. Аминь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аминь. Иступительных людей. Иисус Христос явился, Исповитель над Рождеством. Слава, хвала, мышь не Богу! Слава, хвала, мышь и Богу, Богу хвала, Богу хвала, Богу добудет хвала. Слава, хвала, мышь и Богу, Богу добудет хвала. Слава, хвала, мышь и Богу, Богу добудет хвала. Слава, хвала, Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Слава, хвала, мышь и Богу, Богу хвала. Слава, хвала, хвала, мышь и Богу. Слава, хвала, хвала, мышь и Богу. Слава, хвала, братья и сестры. Сегодня мы имеем еще раз возможность быть в Доме Божьем. Господь, Он дает нам такие моменты в нашей жизни, чтобы мы приходили ближе и ближе к Нему. Я хотел бы проповедовать сегодня проповедовать о том, что о первой любви к Господу и то, что многие из нас потеряли. Это записано в Откровении 2 главе 4 стих и ниже. «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покайся». Когда ты оставил, ты потерял. Тебе нужно возвратиться туда, где ты оставил. Когда мы оставляем то, что нам Господь дал, мы теряем то общение с Господом. Мы не чувствуем и мы не слышим голос Его. Мы оказываемся все дальше и дальше от Него. И Он говорит, если ты не покайся и не вернешься туда, я сдвину светильник твой. Это оттуда исходит этот источник огня, из этого светильника. Если это Господь уберет, то все твоя жизнь, она духовная, полностью умирает. И Господь говорит, вернись на тот путь, откуда ты начал идти. Когда мы оставляем, мы теряем. Я бы хотел, чтобы сегодня мы вернулись к тому прежнему состоянию духовного, когда мы начинали. Я хочу зачитать это в третья глава. Четырнадцатый стих и ниже. Господь обращается здесь к церкви, Он говорит такие слова. И Ангелу Ладикийской церкви напишет, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божья. Знаю дела твои, ты не холоден и не горяч. О, если ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок ниш, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видно было срамота ноготы твоей, и глазную масс помашь глаза твои, чтобы видеть. И то, что ангелы, в churchе, в лаудитию, write, «These things says the, амен, the faithful, и the true witness, the beginning of the creation of God. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth, because you say I am rich, have become wealthy, and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with the eyes of self, that you may see». Господь здесь говорит этой церкви, «And God says here to this one church, что, как бы, однажды ты, ты была ревностная, ты искала меня, that at one time you had that fire, you were seeking me at one time, но пришел момент в жизни твоей, что ты уже ни в чем не имеешь нужды, ты перестала видеть». «But there came a moment in your life when you stopped seeing, when you stopped seeing that need for me in your life». Он говорит, что ты уже стал нищим, ты стал слепым, ты стал нагим, ты уже не видишь, в каком состоянии ты находишься. «It says here that you became poor, you became wretched, and you don't know what condition you're in anymore». «Знаете, в нашей жизни, когда мы перестаем искать Господа, когда мы в первый раз выходим сюда на проповедь, проповедовать, или мы выходим, чтобы петь, мы переживаем, мы просим, Божий, помоги». «The first time we go on stage, for those of us who have done it before, to sing or to preach, and that trembling feeling that we have when we start praying, we seek God's face, we seek His blessing, we seek His power». Но когда мы оставляем вот это и уже надеемся на себя, мы начинаем потихонечку, наши глаза закрываются, и мы не видим, что мы уже делаем. «But when we get used to this, when we get used to ourselves and relying on ourselves, we kind of keep our eyes closed and we stop seeing what we're doing». И Господь говорит здесь в первой главе, что, в второй главе, что «Вспомни, откуда ты не спал и покайся, найди эту первую любовь». And so in chapter 2 we just read that God says that go back to the place where you have fallen from, go back to the place and remind yourself where you came from. Там, когда ты имел это общение с Господом. To the place where you had the connection with God, the relationship with God. Знаете, у каждого из нас есть телефон. You know, each one of us have a phone. И там есть батарейка. And there's a battery level on there. И показывает, сколько процентов осталось батарейки на этом телефоне. And it shows how much battery percentage you have left. And usually it has like a little label that says low battery. Да. Или low power mode включается. And on some phones the low power mode turns on. И когда мы смотрим на это, и у нас появляется там табличка, что не все работает в твоем телефоне, ты только можешь звонки делать. And we have this little pop-up that comes up on your screen that says that you can't access everything that you could normally access. And we часто каждый день мы уже на самой конце этой батарейки мы приходим домой, мы включаем этот зарядник чтобы подзарядить и следующий день просыпаемся так же само мы делаем. And every day once we come home from work our battery is in a low power mode and not everything has been accessed on our phone. And every morning we wake up and we charge our phones. Многие христиане сейчас находятся на low power. And most of the Christians right now we are on this low power mode. у нас чуть-чуть осталось светильник и может масло. We may have just a little bit of oil in our lamps. И мы как-то может не радеем мы не переживаем об этом. We don't worry about those things we don't seek God as much. Мы приходим на служение в разной неделе. We come to church services once a week and we seem to get or receive something but our spiritual condition is at a very low level. and God wants to charge you today. He wants to fill you with the Holy Spirit. He wants to renew your spiritual condition. He wants to give you strength today. He wants to hug you today. He wants to heal all your wounds today. Brothers and sisters there's a passage when the prodigal son in chapter 15 of Luke when he asked to receive the inheritance his own part and he went to another country so this prodigal son he asked for his inheritance and went to a different country. He had God's blessing in his life. He had the surrounding of a family. he had that love. He didn't think he was going to lose it all. He thought that he had everything in his hands. And when he left to that other country it took him a while to spend and waste all that he had. But God's principles they work. They're in power. When we leave God when we leave God when we leave the church when we leave his word when we leave the prayers we lose that contact with God. and our battery and our battery starts dying little by little. Our spiritual condition it becomes lower and lower. And this person the prodigal son that came a time that came a time in his life when he lost everything. He never thought about that. He thought it's always going to be great. Maybe in our lives we find ourselves in a position where we just leave God little by little. And we might not have been noticed that we're becoming more and more poor. And there's going to be a moment in your life if you don't come back to God. you're going to be with those pigs like this prodigal son like this son who walked away from his father. But there was a moment in his life when his eyes opened up when he understood that he lives even more even worse than the servants at his father's house. 17-й стих verse 17 chapter 15 of Luke it says the following придя же в себя сказал сколько наемников у отца моего избычествуют хлебом а я а я умираю от голода встану пойду к отцу моему и скажу ему отчи я согрешил пред небом и пред тобою и уже недостой называться сыном твоим прими меня в число наемников твоих встал и пошел к отцу своему и когда он был еще далеко увидел его отец его и жалился и побежал пал к нему на шею и целовал его сын же сказал ему отчи я согрешил против неба и пред тобою и уже не достоин называться сыном твоим отец сказал рабам своим принесите лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги его и приведите откормлю от теленка и заколите станем есть и веселиться ибо этот сын мой был мертв и ожил пропадал и нашелся и начали веселиться так это Luke Братья и сестры, в 20 стихе написано, что отец, он, когда еще сын его был далеко, отец увидел. Знаете, Господь нас однажды спас. Он увидел нас, еще когда мы далеко были от него. Но смотрите, что он сделал. Он решил идти к отцу. Но смотрите, что случилось здесь. Он решил идти к отцу. Дорогая душа, может ты сегодня далеко еще от него. Но ты решил прийти сюда. Знай, что Господь наш, он идет к тебе. Он видит в сердце. Может, твой заряд, ты уже давно не исполнялся Духом Святым. Maybe the battery charge is so low, maybe you've never been filled with the Holy Spirit in the last long time. Господь, Он хочет сегодня наполнить тебя. Он видит твое сердце. God, He wants to fill you up today. He sees your heart. Написано, Он побежал. Он пал ему на шею. Он начал целовать. It says the Father ran to Him. He fell on His neck and was kissing Him. Сегодня Господь, Он хочет перевязать твои раны. And today, God, He wants to heal your wounds. Он хочет наполнить сердце твое. He wants to fill your heart today. И знаете, что Он говорит, что дайте, верните ему статус Сына. And He says to His servants, bring the status of child to Him, of my son. Bring that status to Him. Он ему отдает эти лучшее все. Заколите это. И лучшее, самое лучшее Сыну, верни. Он ворочает то, что Он потерял однажды. He returns everything the Son once had to Him. He returns the best of the best to Him. И написано, что это был, ибо это Сын Мой. Ибо это Сын Мой. Он был мертв. Ожил. Братья и сестры, это Сын Его. Он принимает Его. And here the Father says, for this is my Son. He was dead and He's alive again. He accepts this Son. Знаете, тебя сегодня Господь также принимает. You know, God is also accepting you today. Он хочет благословить. And He wants to bless you today. Знаете, я слышал одну историю. You know, I heard a story once. В Калифорнии есть такой парк. There's a park in the state of California. В 30-е годы. В 30-е годы. In 1930s. В 30-е годы. Там собирали все деревья, которые упали, которые мертвые были. Их сбрасывали со скалы и сжигали. Там был парк один. И в том парке. There was a park. And in this park. In 1930s. They would take all the trees. They were withering away. They were drying up. And they would throw them off a cliff. И люди снизу, вдалеке, там собирались. У них очень большая толпа была. И они смотрели, как этот огонь, как эти бульдозеры сбрасывают с этой скалы. И они получались, как водопад огня. И они кричали, пусть огонь падает. And as they would throw those trees down this cliff, those dry trees, they would light them on fire. And many people would gather around and would watch this whole show as those trees were falling down on fire. And they would scream, Let the fire fall. И там один был мальчик, маленький, с матерью своей. And there was this one little boy there with his mom. Прошло примерно 30 лет. And maybe 30 years passed by. Он уже стал взрослым. He became an adult. И пришел момент, когда он поехал туда. Он захотел увидеть этот огонь, снова почувствовать, как он падает и увидеть вот это зрелище. And he went back to the place 30 years later to see that spectacle again, how the fire is falling down. И он приходит к рейнджеру и говорит, Когда будет падать огонь? And he came to the ranger and he's saying, Ranger, when is the fire going to come down again? Он говорит, давно, уже много лет не падает здесь огонь. And he says, for many, many years the fire doesn't fall here. Как много христиан, которые только вспоминают, что раньше было. There's so many Christians now that we look back and we remember those things that were happening in our lives before. Мы бы хотели and would want to receive that fire again. Но мы не хочем вернуться туда. But we don't want to go back to where we were. То, что мы потеряли. We don't want to go back to the place where we lost those things. Чтобы найти то, что мы потеряли, нам нужно возвратиться на то прежнее состояние. Because to receive what we lost, we need to go back to the place where we lost it. И этот человек, он говорит, что больше огня не падает, как в многих церквях, когда огонь уже, он утих, и уже давно в сердцах он не горит. This ranger said to the young man, he said, the fire doesn't fall here anymore. And so many times in our lives we have the same thing where the fire doesn't come down upon us anymore. We lost that fire in our lives. Господь сегодня хочет зажечь этот огонь сердца. And God, He wants to ignite that fire in your heart today. Господь хочет наполнить и перевязать раны. He wants to fill you today and bandage all your wounds. Отец Небесный послал своего Сына Единородного в этот мир. Our Father in Heaven, He sent His only begotten Son into this world. Чтобы мы имели спасение. So that you and I чтобы мы имели вот этот контакт с Ним, с Богом. So that we would have this connection with God. И если сегодня нету той любви прежней. And if we're missing the first love in our lives, давайте сегодня мы откроем свои сердца. Let's open up our hearts today. Скажем, Боже, зажги этот огонь во мне. And say, God, please ignite that fire in me. Я хочу гореть для Тебя. I want to be in fire for you. Я хочу трудиться для Тебя. I want to serve you. И Господь начнет благословлять жизнь твою. And God's going to start blessing your life. Найди это Слово Божие в жизни твоей. Найди эти колени, когда ты склоняешься и уединяешься с Господом. Find that time on your knees when you just seclude yourself with God. And God's going to bless you. Let's bow down on our knees right now. And turn to our God. Amen. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы будем молиться за нужды, благодарить Господа, есть благодарности, и будем молиться за семьи, наши семьи, семьи поместных церквей, будем искать лица Господнего. Читаю нужды. Просим поддержать нас в молитве за сына, только Господь может освободить от всякой греховной зависимости родителей. Дорогая церковь, прошу помолиться за моего отца. Он в Украине, лежит в больнице. Затруднения с дыханием, диагноза нет. Благодарю Дмитрия Чернышева. Благодарим Бога за нашего сына Ваню Беганского. На прошлой неделе ему исполнилось 17 лет. Да хранит его Господь и дальше, и доведет его своей рукой, и да поможет, да положит на нем свою печать, чтобы он воистину был его сыном. Также благодарим Бога за благополучное рождение нашей внучки, за все слава великому Богу, за его милость и заботу, спасибо родители. Друзья, будем также молиться и за наших семь семей. И я попрошу их выйти сюда, прочитаю имена, фамилии, берите детей своих. Да, друзья, уже высветили. Пожалуйста, проходите сюда. Наши дорогие семьи, возлюбленные братья, сестры, берите деток. Кому не трудно, можете и внуков захватить, если есть, мужей, жен. Надеюсь, они сами выйдут, брать их не надо. Когда выходит, я буду читать Исайя, 41 глава. Интересная книга пророка Исаии, друзья. До 40 главы Исаия очень много обличает народ израильский. Очень много обличает народ Божий. Но Богословы называют с 40 главы по 55, это книга утешения. Это книга утешения. Очень много обещаний, много благословений, обетований, которые дает Господь. Я читаю 41 глава Исаии, с 9 стиха. «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Друзья, наше упование только на Господа. Дети молятся за родителей, родители молятся за детей. Детей благодарят на упование наше в Господе. К Нему мы будем обращаться. Давайте мы все встанем на наши ноги и будем взывать к тому, кто держит нас за правую руку и не отпускает. Тот, который назвал нас рабами своими и избранными. Друзья, будем искать его лица. Слава тебе, Отец! Хвала тебе, благодарение тебе и поклонение имени. Мы будем молиться за детей, за воскресную школу. Пожалуйста, детки, выходите, мы будем молиться, что вы пойдете на обучение. Я хочу прочесть один стих, и мы будем молиться. Пятнадцатый Псалом, шестой стих. «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Все детки, пожалуйста, выходите, мы будем молиться, кто, которые идут в воскресную школу в воскресенье. Пожалуйста, выходите. Все. И не ходят, да, все, пожалуйста, выходите. За межи. Хорошо, когда мои межи и ваши межи идут по хорошим местам. И хорошо, когда наследие наше, оно приятно для нас. И поэтому, говоря сегодня об этом месте Писания, давайте, чтобы наши межи, они шли по хорошим местам, и тогда будет наследие наше приятно для нас. Пусть Бог благословит. Давайте мы благословим наших детей, чтобы учителя, которые им будут преподавать, это знание, обучение, чтобы и их Господь благословил, и они возрастали в Господе. И будем молиться. Благодарение Тебе, Господи. Слава Тебе, Боже. Благодарность Тебе, Господи. Благодарность Тебе, Господи. Благодарность Тебе, Господи. ай-весу будет ай-то миру я признаю сумму нет ай-то верить бога ай-то сумму нет ай-то миру я признаю я сбиваю звеба я я не сумму я только прославляю христа я спиваю я не сумму я только прославляю христа не сумму я только любит бога не сумму я только христа не сумму я только любит бога не сумму я только полю Дому я спеваю, спеваю Аллилуйя, Тай не сумует, только прославля Христа. Дому я спеваю, спеваю Аллилуйя, Тай не сумует, только прославля Христа. Дому я спеваю, спеваю Аллилуйя, Тай не сумует, только прославля Христа. Дому я спеваю, спеваю Аллилуйя, Тай не сумует, только прославля Христа. Хочу поблагодарить церковь за всех, кто молился. Хочу поблагодарить, кто сделал этот вайбер. Просто одну мессачь ты отослал, и вся церковь молится. И знаешь, я знаю, что церковь — это столпы утверждения истины, что она сильна, как полки со знаменами, и что она может отражать дьявольские атаки. И хочу поблагодарить служителей, которые приезжали. Также хочу поблагодарить молитвенную группу, которые молились. Потому что на молитвенной группе, можно сказать, держится наша церковь, потому что они молятся и взывают. И хочу поблагодарить также Рому Чирву, который поддержал меня как брат, когда было трудно. Он первый, я ему могла позвонить, могла с ним поговорить. И прошу также, что продолжать дальше поддерживать нашу семью. Я верю, что Бог уже свершил большое чудо, и что Он свершит до конца. Благодарю всех. Когда мы слышим благодарение Господу, мы открыты, чтобы церковью, как одна семья, благодарить за все, что сделает Господь, братья и сестры. Ибо Господь жив. Господь жив, братья и сестры. Господь жив. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе, что в трудный момент жизни, Господи Боже, Ты пришел в эту семью, Господи. Слава Господу, дорогая церковь. Вы знаете, очень важно, когда в нашей жизни нас постигают какие-то трудности, испытания. И важно, когда наша вера в Господа, она крепкая. Надежда у нас есть на Него, любовь к Богу и любовь к ближнему. Это нам очень помогает. И песню, которую я хочу спеть, она так и называется. Вера, надежда, любовь. Каждый день, каждый час, жизнь готовит для нас испытания. И мы их встречали не раз. Мы учились прощать и любя побеждать. И смотря на Христа, жить и не угасать. Вера, надежда, любовь, вера, надежда, любовь, вера, надежда, любовь, с ними так легко. Сколько лет мы с тобой все плывем за мечтой, ветер рвет паруса где-то над головой. И вот новый урок, что сбивающий снов, помоги устоять наш спасающий Бог. Вера, надежда, любовь, вера, надежда, любовь, с ними так легко. Если хочешь совет, может, да, может, нет. Не на каждый вопрос мы получим ответ. Но поддержать всегда, если снова беда. Три надежных руки не забудь никогда. Вера, надежда, любовь, с ними так легко. Вера, надежда, любовь, вера, надежда, любовь, вера, надежда, любовь, с ними так легко. Да. Пытаясь, боясь, что люди, они благодать будут использовать как повод к распутству. Да, так в посланиях написано. И мы как-то начинаем больше уходить в сторону закона. Мы начинаем учить, как правильно поступать. Вы знаете, без благодати Божьей мы ничто. И Бог наш, он есть Бог благодати. Я долгое время не могла понять одно место, не место, а вот место в Иове. Знаете, в течение двух лет я перечитывала эту книгу, я подходила к разным людям. Вот я никак не могла понять, что друзья Иова неправильно говорили о Боге. Вот именно о Боге. Ведь там Бог сказал, что вы не так правильно обо мне говорили, как раб мой Иов. Вот то, что они о Иове говорили неправильно, это понятно. А вот что о Боге они говорили неправильно. Знаете, вот сегодня утром у меня как будто вот что-то щелкнуло в голове. И я поняла, что мы говорим о Боге не только, когда мы говорим о Боге. Вот когда касается дела каких-то мест священного писания, мы так осторожны в разговоре. Мы так вот аккуратны, когда мы говорим о Боге, особенно о Духе Святом. Но вы знаете, когда мы говорим просто о людях, о их жизни, когда мы просто общаемся с людьми, мы даже не понимаем, что мы этим говорим о нашем Боге. И люди вокруг нас, они смотрят на нас и хотят увидеть в нас Бога. И только благодать Божья может это сделать. Вот потому что благодать Божья дает нам то, что Он живет в нас. И люди рядом с нами, они ощущают Его даже и без слов. Христос и я. Два полюса далеких. Он чист, Он свят, как горная снега. Моя ж душа страдает от пороков. Могу ли я на святость посягать? О нет, в святом я не имею части, я грешница и рождена в грехах в Иисусе мир. Во мне бушуют страсти, в нем страха нет. Меня ж терзает страх. Прощает Он, прощать я не умею. Он милостью богат, я не щедра. Зло побеждает Он, а я робею. Он свет зари, я долго жду утра. Он кроток и смирен. Мне ж гордость ближе, послушен Он и непокорно я. Чем выше мой Спаситель, тем я ниже. Его зовут любовью, не меня. Принадлежит Иисусу совершенству. Он соткан из любви и доброты. И кажется мне не достичь блаженства небесной святости и чистоты. Не раз пыталась стать я совершенной. И по ступенькам поднималась ввысь. Но шаг один и снова в плоти тленной терпела крах и скатывалась вниз. Увы, старания были безуспешны. Измучившись, я падала без сил и оставалась нищей, жалкой, грешной. А Он сиял, как солнце, Божий Сын. Я думала, что Он недосягаем. Но Бог открыл мне слово о кресте. И вспыхнула вдруг ярче весть, благая о силе и богатстве во Христе. Иисус, сказал Иисус пред смертью, совершилось. И под крестом подведена черта. Голговский крест спасения и милость и жизни христианской полнота. Когда страдал Иисус в голговских муках, Бог в Сына Своего мой грех вложил. Он смертью наказал меня в Иисусе и вместе с Иисусом воскресил. И более, не только спас, прощая, но посадил с крестом на небесах, чтоб, веруя в небесное, желая. А вера совершает чудеса, чтоб я могла по вере дерзновенно сказать то, что апостол произнес о таинстве великом, сокровенном. Живу не я, живет во мне Христос. На детях Божьих царственное звание. Святым народом их назвал Господь. На душах положил в день покаяния печать небес, чтоб побеждал дух плоть. Спасенных Иисуса сердце бьется, способное любить и сострадать. И эта вера каждому дается, кто верою воспримет благодать. Иисус, неправедность моя и святость. Моя надежда и моя любовь. Мой свет, мой мир, тепло моя и радость. Защита от врагов и мой покров. Я часть Христа. Дитя Его земное сокроюсь в нем. Там я днем или в ночи, чтоб не случилось. Он везде со мною. Что может нас с Иисусом разлучить? Ни меч, ни скорбь, ни ангелы, ни силы, Ни жизнь, ни глубина, ни высота, Ни времени течения, ни могила Не отлучит от Господа Христа Болитва на устах. И аллилуйя за то, что в Иисусе нам дано. С Ним жить могу и умереть могу я. Христос и я, я и Христос. Одно. Аминь. Братья и сестры, у нас есть еще время, так и я имею слово, которое я утром услышал, как через все мое сознание пришло этим утром. Я понимаю, что каждый из нас пришел сюда или послушает Слово Божие, или кого-то интересует пение и радость пение, так. Но мы в одном Духе Святом созидаем Церковь, братья и сестры, и Господь среди нас трудится для того, чтобы нас приготовить для своего Царствия. Итак, сегодня утром, братья и сестры, я услышал Слово, которое прошло через все мое естество, которое я нашел в своем сердце и не могу его оставить, слушая, проповедя песни так. Написано в Откровении, 2 глава, буду читать 3 стишок. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». Братья и сестры, давайте мы внимательно рассмотрим сейчас нашу жизнь и посмотрим, что говорит Священное Писание. «Ты много переносил». Давайте пускай в одно мгновение Дух Святой представить жизнь каждого человека, молодого и старшего на этом месте. Что мы перенесли в нашей жизни? Много. Постарше вспомнить лагеря, вспомнить лишения, вспомнить, когда стояли с документами и протягивали в комиссию, чтобы приняли в калышу, или в училище на простую профессию учиться. И тех, которые учились, как в Америке говорят, только на отличников, отправляли, как говорили, кобылам хвосты крутить, потому что не могли их принять за свои убеждения, которые они имели. Помните, наши отцы, дорогие матери, помните, когда в больницах ваших детей не могли обслужить и принять нормально, и вы переносили все это. Когда за платочек, который был на вашей голове, говорили тебе, это богомолка пошла, или на взгляд с ясных очей светящихся вас, братья, говорили, это богомолец, пускай Бог ему помогает. Ты много переносил, скажите аминь на это. Аминь. Молодые люди, и у вас достигало все это. Вы многое переносили и не делали того, что делали сверстники ваши, потому что родители передали веру в ваше сердце, и она, как в зеркале, отобразилась, и вы поверили в того, которого поверили родители. Но мы читаем дальше. Ты имеешь терпение. Да, мы терпели все это, братья, сестры, терпели долгие годы, и терпим до этого времени. И Бог хорошо с нами говорит. Давайте посмотрим на другое. Ты много трудился и не изнемогал. Сколько труда сделано святыми, даже в нашей церкви, сидящих вот на этом месте. Трудились хорысты, трудились так, и трудятся, не изнемогают, хотя их становится все меньше и меньше. Наши группы, которые начинают так прекрасно петь, но потом, которых так трудно найти, чтобы занять какое-то место, чтобы они могли петь. Времени не хватает. Наши проповедники, которые с ремной сурвались до кафедры и не изнемогали, кажется, но в последнее время отдают почему-то предпочтение тому, что абсолютно не имеют цены в этом мире. Возлюбленные, ты много трудился и не изнемогал, и в этом есть сущность. Но имею против тебя, что ты оставил первую твою любовь. Господи, Боже мой, первая любовь. Давайте вспомним земную первую нашу любовь, люди постарше, когда ты встретилась с глазами того, который стал возлюбленным твоим. Как трепетала ты, как трепетал ты, когда шел туда, чтобы встретиться с ней и сказать свое заветное, что ты ее любишь. Может, ты не говорил, но в глазах по ней говорили. Ты жил все этим, но внезапно ощутил, что где-то что-то потеряно. Вы помните нашего Господа? Вы помните, когда стояли на коленях, говорили, Боже, я тебя ни за кого не променяю, ни на что не променяю, все прелести мира ничто. Ты мой Бог святой. Ты так прекрасен. И слезы текли с наших глаз, потому что его присутствие наполняло нас. Когда мы просили кого-то, 40 километров кого-то в союзе было так отвезти, сопроводить, сделать, мы не считались ничем, мы все это делали. Но когда первая любовь оставлена, этот букет, который мы должны подносить возлюбленному, он остался лежать в стороне, потому что что-то другое увлекло нас. И Бог всемогущий смотрит на нас. Наши посещения хора становятся все реже и реже. Да и песни вроде бы мы так хорошо все учим, но как хотелось бы вот этого огонька, огня Святого Духа, чтобы этот огнепад пошел, чтобы хор начинал петь, и церковь молилась, чтобы группа начинала петь, и церковь в Духе Святом ощущала все это. Проповедник, выходя на кафедру, не басни рассказывал для нас, хотя они одеты в одежды, возможно, христианских историй, но его слово, как огонь, проносилось между рядами. Нам хотелось, но когда любовь потеряна, то наше служение становится слабше и слабше. У нас появляется нежелание приходить сюда, потому что возлюбленной нашего нету, уже здесь любовь потерялась. Милые мои, я больше говорить не буду. Мне хочется где-то спрятать в уголочек и просто плакать сегодня. Я имею против тебя, что ты оставил первую любовь, что ревность пропала, что желание у нас не стало сегодня. Церковь, подними сегодня твой возлюбленный среди нас. Он остановился здесь, он не изменился. Мы меняемся, но он приходит каждый раз среди нас, потому что мы здесь, его возлюбленные. И в трудные моменты не он ли поднимает тебя над пучинами проблем, или твоя суета, твой бизнес поднимает тебя, когда душа твоя болит, и то, что так приятно для сердца твоего, внезапно становится абсолютно бесценным. Милые мои, возможно, стоит нам сегодня прислушаться к тому, что Дух Святой говорит к церквям, говорит к тебе, говорит ко мне, говорит к каждому из нас. Ты много трудился, ты имеешь терпение, ты не изнемогал, ты все мог поддать для Него, но где ваша первая любовь? Где ваши ревнования, где ваши стремления, где пламень, который пропаливает всю внутренность, проникает от темени головы до подошвы ноги и делает человека слабого, абсолютно сильным? О, Господи, приди, приди с огнем, со своим светильником, обойди сегодня всех нас, чтобы нам понять, до конца, чтобы нам разуметь, нам нужна любовь к Господу. Давайте поднимемся еще раз на ноги. Не осудите меня, что мы чьи часто вас поднимаем. Я знаю, что Он Бог здесь. Я знаю, что Он зовет тебя, Он хочет, что-то в последнее время переделать своим сердцем. Он желает видеть народ особо ревностным, особенно посвященным, особенно отданным в Его пронзенные руки, могущим, подняться над проблемами мира. О, Дух Святой, Ты начал эту работу, Боже, и я сегодня раб Твой стою перед Тобою. Я сказал то, что Ты повелел сказать сегодня, но Ты продолжай делать то, что Ты хочешь, Боже, ибо не я, но Ты желаешь видеть церковь горящую, Ты желаешь видеть посвященного каждого главу семейства сегодня. Ты желаешь видеть посвященного Тебе каждого мужа и жену и каждого сына и дочери. Ты желаешь видеть посвященного каждого регента, каждого Господи Христа, каждого проповедника, каждого учителя, каждого благовестника, каждого миссионера. Ты желаешь видеть посвященных Тебе имеющих... сердце мечтаю мы с небес голубая наши общей судьбой он а села друзья и дал нам новое имя назовут христиане он населал родные он населал друзья дал нам новое имя, нас зовут христианин, Иисус стал нам друга, мы на деле узнали, Он врачует недруги, удаляет печали, Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христианин, Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христианин, Он дарует прощенье, ни жадость, ни смехи, ни второе рожденье, только искренне веруй, Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христианин, Он нас делал родными, Он нас делал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христианин. Хотя я и говорил уже в пятницу и благодарил церковь, но сегодня больше людей, поэтому хочу сказать благодарность Господу, во-первых, а потом и всей церкви, что поддерживали нас молитвенно и не только нас, но и, друзья, я вижу, с Мексики возвратились в благополучие и с благословением Господним. Слава Богу! Слава Господу! Думаю, что подробнее мы на следующее воскресенье расскажем и, возможно, немножко покажем. Благословение Господне обогащает и нас, те, которые были на миссии, и всю церковь, и печали не приносят. Хотя я знаю, во всякой поездке обязательно есть какие-то, ну, скажем, запятые или, может быть, какие-то притормаживания. Однажды братья сказали, ну, мы едем на миссию, почему нам отменили самолет? И из-за этого самолета мы теряем другой самолет. Я говорю, апостол Павел был призван самим Господом, слышал голос Господень, и его побивали камнями. И написано, что даже день и ночь был в глубине морской, хотя это не описано в Священописании. И не раз, и не два, и не три. Господь допускает какие-то испытания, трудности, будем ли мы верны Господу. Но за все слава Богу. Число, глава 24, с 15 стиха. И произнес притчу свою и сказал, говорит, Валаам, сын Виоров, говорит, муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божии, имеющий видение Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жест от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. И еще одно место из Нового Завета. Потом, возможно, я еще прочитаю пару мест, но пока эти два места. Тогда, это вторая глава Матфея, с 8 стиха. Тогда Ир тайно призвал Волфу, выведал от них время появления звезды, и послал их в Вифлеем, сказал, поедите, тщательно разведайте младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. Повествование о рождении Господа Иисуса Христа, оно начинается за несколько тысяч лет. 2017-й, от Рождества Иисуса Христа, но весть, но пророчество за много-много тысяч лет. По крайней мере, за несколько тысяч лет были сказаны пророчества. Даже если открываем первую страницу Библии, и там уже есть пророчество, что Дева родит Сына. И то семя, которое от Девы, оно будет поражать дьявола в голову. Он будет жалить в пяту, а семя будет поражать в голову. Пророчество о рождении Христа. Но в данный момент, чем интересен, что это пророчество было сказано через языческого, по сути дела, пророка. Он знал Бога. Интересная личность, двоякая. С одной стороны, он знал Бога всемогущего, Бога вездесущего. Но вместе с тем, его история говорит о том, что соблазнился муздою от царя Валаака, моавицкого царя. Сам тоже был язычник, моавитянин или моадитянин. Некоторые из словарей говорят о том. Но это однозначно, что он не был евреем. Он был язычником, но знал Бога. И когда Дух Божий наполнял его, он спророчески сказал о Христе. Не только сказал, он видел видение. Вижу его, но ныне еще нет его. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова. И восстает жест от Израиля. Звезда, рождение Христа, так как мы и читали, и в Новом Завете, ознаменовалась многими знамениями. Одно из них – звезда на небе. Звезда на небе. Почему звезда? За каждым знамением, за каждым знаком. Да и Христос, потом уже родившись, говорил о себе и много имен или иносказаний сказал. Я есмь, дверь овца, Бог есть свет, есмь, путь истина и жизнь. Христос есть звезда. Почему звезда? Восходит звезда. Но это не главный вопрос или акцент, на котором я хочу остановиться. За какой звездой идешь ты? Священное Писание много говорит аллегорий, но за каждым из них кроется истина. В этом мире тоже много, знаете, таких звезд. Ну, может быть, человеческих. Просто людей, которые засияли, не знаю, с положительной стороны или с отрицательной, но они выпукло на фоне всех людей, так сказать, горят. Иногда не очень хорошим светом, иногда очень плохим даже, но иногда и ярким светом. За какой звездой идешь ты? Мы прочитали, что волфы шли за звездой, которая засияла на небе, и шли довольно-таки долго, говорит Священное Писание, что около двух лет. Шли, пока пришли на то место, где звезда остановилась и где было рождение другой звезды, и всемирной звезды, потому что Христос есть также звезда светлая и утренняя. Потом, может быть, мы даже дословно зачитаем это место. Звезда и светлая, и утренняя. Почему нам нужно идти за этой звездой? И почему, возможно, некоторые остановились и не видят в своем взгляде эту звезду? Сегодня два проповедника как раз об этом говорили. Почему ты ослабел? Почему потерялась твоя ревность? Наверное, одна из причин изгляда твоего исчезла эта звезда, за которой нужно было идти. Тот, кто видит и постоянно во взоре его, эта звезда, в него правильный путь. Вот как раз исполняется то «я есть путь, истина и жизнь». Священное Писание ориентирует нас на эту звезду. Если Христос – дверь овцам, то через эту дверь нужно входить. Ибо один путь в Царствие Божие – через дверь. Если Христос – путь, то именно по этому пути нужно идти. Потому что в нем истина. В этом пути истина. «Я есть путь истина и жизнь». Слово, как у нас написано, «слово твое есть истина». Но, наверное, не очень часто, возможно, и никогда не было сказано, что Христос – звезда. А почему звезда? Откровение последняя глава. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида – звезда светлая и утренняя». «Я, Иисус, корень и потомок Давида – звезда светлая и утренняя». «Звезды светят ночью. Днем светит солнце. Все понятно, все ясно. Но вот когда темно, тогда не все видно. И можно сбиться с пути. Даже если луна светит, но иногда луну покрывают облака. Но вот уберите звезды с неба, будет кромешняя тьма. Это далекие планеты, но все-таки, хотя свет идет, возможно, многие месяцы сюда, к нам на землю, но свет достигает своей цели. И даже ночью мы можем видеть. Можем даже видеть. «Бог мой просвещает тьму мою, Господь – звезда светлая и утренняя». Хорошо, когда, братья и сестры, мы не теряем из взгляда нашего эту звезду, этот свет, который в темноте, возможно, нашей ночи, наших обстоятельств и трудностей. И когда тьма сгущается, мы все-таки видим эту звезду, которая также вела этих волфов. Два значения слова «волфы», потому что «волфы – чародей, гадатель» – это отрицательное значение волфов. С другой стороны, это люди-звездочеты, те, которые смотрят в небо и понимают, что происходит в небе, читают лицо неба. Вот как раз эти люди, которые знали Бога, которые исследовали Священное Писание, потому что у них Ирод спрашивал, должно ли родиться? И они по Писанию определяли, они сказали, они веровали в Бога. Те чародей, гадатели и халдеи, которые им оно отрицательное значение, они не исследовали так Писание. Они не знали, у них свои маги были, свои книги чародейские. Почему они так долго шли и все-таки дошли? Потому что звезда вела их. Ведет ли тебя эта звезда по жизни? Не блуждаешь ли ты направо, налево? А может, нужно вспять идти? Светит ли звезда перед твоими очами? И какая звезда ведет тебя? Может, звезда, как телеэкрана, или звезда Голливуда, или как это, звезда спорта? Идешь за этими звездами, то ты должен знать, что рано или поздно эти звезды померкнут. Это раз. Во-вторых, если даже и они не будут меркнуть, и ты будешь идти за ними, не туда придешь. Не туда. К вечным ценностям ты не придешь. Эти звезды гаснут, и память о них придается забвению. Звезда, о которой сказано в Священном Писании, о котором даже этот языческий пророк Валаам пророчествовал. Эта звезда взошла, светит и будет светить. Она не померкнет. Я есмь корень. И потом у Давида. Звезда светлая и утренняя. Эта звезда светит через все страницы Священного Писания. Я прочитал последнюю страницу Библии. Я есмь корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя. Она приведет нас до пришествия Господня. И она проведет нас в вечные обители. Нужно постоянно видеть эту звезду. Наверное, подобно тому, как сказано в Писании. Это четвертая глава. Четвертая книга Царств. Вторая глава. Елисей и Илья. Илья и Елисей. Мне нужно идти, говорит Илья Елисей, в Голган. И я с тобою. Господь посылает меня в Вифиль. И я с тобою. Я буду идти в Ерихон. И я пойду с тобою. К Иордану. И я пойду с тобою. Что бы в жизни ни случалось. Какие обстоятельства. Какие бы катаклизмы. Правительство меняется. Может быть, и даже погода вокруг меняется. Обстоятельства финансовые меняются. В семье обстоятельства меняются. А я иду за тобой. А я иду за звездою, которая светит в моей жизни. Мой взгляд прикован туда. И я буду в небесах с Господом. Туда звезда ведет. Туда звезда ведет. Все на земле проходит. Все меняется. И жизнь также пролетает. Она тоже оканчивается. Но вечные ценности. На которые указывает эта небесная звезда. Которая есть Господь Иисус Христос. Он сам сказал о себе. Я есть звезда светлая и утренняя. И послал ангела моего, то есть раба своего Иоанна, чтобы засвидетельствовать об этом. Какая звезда ведет тебя по жизни? Ну, наверное, тот больший вопрос к молодым нашим братьям и сестрам. Вот те, которые постарше, они уже укоренились. Они уже утвердились и знают. Я буду идти до конца моей жизни. Буду идти за этой звездой. Празднование, рождение Господа Иисуса Христа там в яслях. Мы уже сейчас вспоминаем эту историю. Праздновать будем конкретно 25 числа. Рождение Иисуса Христа. Рождение этой звезды. Звезда Волфоу привела к яслям, где это появилось. Новая звезда светлая и утренняя. Господь да благословит нас. Братья и сестры, идти за этой звездой. И не терять изгляда эту звезду. Что Господь сказал? Если любите Меня, исполните заповеди Мои. Это значит идти за этой звездой. Исполнять заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Псалом 138. Псалом 138. Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там, сойду ли в происподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет Меня и удержит Меня, десница Твоя. Не скажи так в сердце Твое. Я смотрю на эту звезду, я вникаю в Слово Твое, я пройду. Рука Господня поведет Тебя в любых обстоятельствах жизни, потому что Его Дух везде. Он направит, Он утешит и Он укажет. Вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, говорит Иоанн. Сей самый Дух учит вас. Как идти? Куда идти? Каким образом? Он послал Свою Духа Святого, чтобы мы и шли за Ним. Он учит. Он учит. Братья и сестры, это Слово Божие наставляет нас, как не потерять иззора нашу ориентир на эту звезду, которая прямо приведет к нужной, правильной жизненной цели. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Аминь. Помолимся Господу. Слава Богу. Я попрошу операторов высветить 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Мы вместе прочитаем. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. 2 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. 2 Фессалоникийцам, 6 глава, 23 стих. Слава Богу. Мы видим, что здесь говорится о том, что Бог хочет освящать все. Освящать наш дух, освящать нашу душу и наше тело. Слава Богу. Бог заботится обо всем. Поэтому сегодня мы имеем вот эту молитву. Мы всегда молимся, как сказать, перед материальным служением, перед церковным сбором. Но я бы хотел сегодня действительно прийти к познанию вот этого слова, которое апостол Павел писал к фессалоникийцам. Потому что, ну, мы знаем, что больше молимся за духовные какие-то болезни, то есть физические болезни. У кого есть духовные, есть и душевные болезни. Я бы хотел сегодня церковь, чтобы мы пришли под Божье освящение, чтобы благодать Божия, она сегодня дала нам все это здоровье, всю эту полноту. Давайте мы помолимся. Спасибо. Все я отдаю, все я отдаю, Все тебе, Более, Скупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, все в воду Его нога, Суету отвертую, направляюсь к небесам, Все я отдаю, все я отдаю, Все тебе, Более, Скупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, искачу крестовым быть, Бог предвечный, да, научит нас, креста Его любить. Все я отдаю, все я отдаю, Все тебе, Более, Скупитель, все я отдаю. С чего мы сегодня начнем? Наверное, все равно вы будете обращать внимание на этот прекрасный букет, Который принесли сюда и заботливо положили, Вместе с таким, знаете, серьезным пакетом. Там красивая открытка, наверное, есть, так? Шестьдесят. Открою. Поздравляем Михаила с юбилеем шестилетия нашего участкового служителя первого участка. Пусть Господь благословит вас своим обилием благодати и славы Божией. Да поможет Господь, да пополнит Господь источник вашего служения в Доме Божьем И в предприятиях ваших во всем вы видеть руку Божию. Братья и сестры первого участка. Братья и сестры, мы от имени церкви также поздравляем брата Михаила шестилетиям. Да даст ему Господь больше благословений, радости, утешения, так? И всегда быть веселым, счастливым и наполненным Духом Святым. Михаил, где ты дорогой есть? Иди сюда, чтобы меня далеко не поднимать. Братья и сестры, от имени вас. Миша, будь благословен. Благодарю, друзья. Слава Богу. Пускай всегда таким счастливым будет. Хорошо, братья и сестры, мы помолимся за него в нашей последней молитве, так? Так, но сегодня я хочу поговорить еще немножко о наших делах, которые, знаете, церковь имеет свои дела, имеет жизнь свою, в которой что-то мы решаем и делаем так. Первое, что я обращусь ко всем, сегодня так, вы заметили, что наш хор начал петь рождественские песни, так? Мы начали говорить о рождестве, которое есть. Хотелось бы, братья и сестры, чтобы не просто так мы вскользь снова пролетели над этим, знаете, праздником, отдали дань большему, может быть, подаркам, которые мы приобретем для нашей семьи, чтобы кому-то подарить или кого-то поздравить просто. Но чтобы в глубине нашей сердца действительно горел вот этот божественный огонь того, что Бог хочет видеть от нас, благодарность, что Он сделал для нас, братья и сестры. Чтобы этот праздник снова дал нам крылья веры, поднял нас над земными проблемами. И мы поняли, что ради меня, ради тебя Бог пришел на эту землю, чтобы сделать нас святыми, совершенными и благословенными. И что наша жизнь не на Бродвее только заканчивается, но через Его прошествие мы имеем, братья и сестры, золотые улицы и Новый Иерусалим, который Он приготовил для странников и пришельцев на земле. Поэтому давайте будем готовиться к празднику. Вы знаете, очень часто бывает трудно в праздничные дни, когда спрашивают, братья и сестры, чем вы прославите Господа? Были года, вот года были, я вот сколько лет уже здесь на служении, когда я не знал, как составить программу. Она была переполнена песнями, стихами, радостью народа Божьего. Но мы входим в какие-то года, когда спрашиваешь, братья и сестры, вы чем-то прославите Господа? И смотришь порой одно и то же, так. Группы наши спели, сказали и быстренько собрание закончилось. Давайте молиться о том в эти дни, чтобы Бог нам возвратил радость, счастье праздника. Ведь это великое благо на земле, иметь вот этот дух праздника, радости от того, что Бог дает. Бог дал такое определение еще в Священном Писании, когда выделил особые дни для Израиля. Он не отменил свое правило. Поэтому давайте все будем готовиться, чтобы встретить этот праздник достойно того, который действительно достойный нашего поклонения. Братья и сестры, второй вопрос, он очень такой земной и насуществительный, так. Мы имеем наших братьев и сестер по вере, наших отцов, которые седая голова, и хотим или не хотим, но, знаете, уже возраст берет свое, и приходят к тебе и говорят, пастор, мы остались без транспорта, нам нечем ездить в собрание. И мы делали такое уже объявление, что у нас есть два церковных автобуса. Благодарю Господу, что один брат есть, который согласился, пришел, и Бог дал ему на сердце нести такое служение. Если есть еще кто-то отозвется, чтобы служить этим служением братья, мы нуждаемся в водителях, которые бы могли вводить наш 15-местный автобус, чтобы он собирал хотя бы небольшое количество наших братьев и сестер, которые остались без транспорта, чтобы были доставлены по пятницам и по воскресеньям в служение. Если есть кто-то, пожалуйста, еще отозвитесь. Но у нас еще вопрос второй есть от служителей, ко всем вам. Кто нуждается в том, чтобы их доставляли в церковь, вы должны подойти к своим участковым служителям и предоставить свое имя, фамилию и свой адрес, откуда вас возить, чтобы нам просто видеть, можем ли мы какой-то маршрут сделать или не можем. Это логично или нелогично. Конечно, если вы живете там в Гранит Фалс, но стоит тоже подумать, и вы только одни. Так. Значит, возле вас кто-то из детей есть, которые должны вас оттуда далеко привозить. Так. Но если здесь по месту, так, где в основном наши люди постарше живут. Ну, это логично, чтобы сделать и помочь вам в этом. Поэтому я еще раз обращаюсь, подойдите к своим участковым и поговорите о вашей ситуации. Хорошо, братья и сестры? Мы желаем, чтобы с Нового года вы были благословенными и этим служением.